Всем привет, семья! В этом быстреньком видео, это экспресс-урок английского языка, мы поговорим про время Past Perfect Одно из самых сложных времен для многих студентов английского языка Время, которое вызывает кучу вопросов И сегодня мы разберем его быстро, просто и понятно, это видео не запланировано, не расписано Я просто включил камеру и сейчас мы с вами будем разбирать это время В реальной жизни, без какой-либо подготовки, так как, ну, его и нужно использовать в принципе И чтобы это время до конца понять, вам нужно принять во внимание два важных аспекта Первое, это когда действие произошло И второе, это так называемая точка отсчета, когда мы об этом действии говорим Или когда нам важно говорить об этом действии И у каждого времени есть своя точка отсчета, это когда нам важно об этом действии говорить Когда это действие для нас актуально, например, Present Simple Точка отсчета у нас здесь это постоянно, всегда В Present Progressive или Present Continuous, как он еще называется Наша точка отсчета это текущий период времени Да, это может быть прямо сейчас, это может быть просто в настоящий момент нашей жизни Так вот, у Past Perfect эта точка отсчета находится в прошлом, а не в настоящем Аналог Present Perfect в прошлом, потому что у Present Perfect точка отсчета это настоящее время Когда мы используем Present Perfect, мы говорим о каких-то прошедших действиях или вещах Но наша точка отсчета это настоящее время То есть, когда мы используем Present Perfect, нам важно подчеркнуть, каким образом это действие, о котором мы говорим, влияет на настоящее время Это значит, что сейчас я не хочу никакой другой еды Потому что Present Perfect как имя и говорит нам это настоящее время Конкретно точка отсчета определяет настоящее это время или нет И Present Perfect имеет точку отсчета сейчас, в настоящем времени Это настоящее время Past Perfect это то же самое время, только в прошлом Его аналог в прошлом, точка отсчета находится в прошлом И как мы обозначаем это прошлое? У нас два варианта Первое это контекстное прошлое, то есть мы говорим конкретно о каком-то моменте в прошлом Говорим, говорим, говорим И вот наш контекст, да? Либо это какие-то временные маркеры Это фразы со словами before, фразы с фразой by the time И все вот эти вот более конкретные временные маркеры Например Следовательно, этот партий не происходит прямо сейчас Этот партий был в прошлом Потому что если бы эта вечеринка, этот партий был в настоящем времени Не сейчас, мы прямо сейчас с вами на вечеринке говорим об этом, то мы бы сказали She has met him Потому что эта вечеринка актуальна для настоящего времени Эта информация еще актуальна Но если эта вечеринка была в прошлом И мы отсылаемся к тому моменту И хотим сказать, что до этой вечеринки еще вот это произошло Это будет Past Perfect Past Perfect это предпрошедшее время Это Past of the Past Это прошлое прошлого Потому что давайте об этом задумаемся Present Perfect это какой-то опыт или какой-то результат прошедшего действия из прошлого на настоящее время Так вот Past Perfect это какой-то результат какого-то действия в прошлом на другое прошедшее время Это практически то же самое использование, что и Present Perfect, только сдвинутое в прошлое И думая об этом таким образом, вы точно так же можете выучить Future Perfect Потому что это то же самое, только точка отсчета у нас в будущем Точка отсчета это где мы с вами находимся в этой истории Точка отсчета это где мы с вами находимся в этом предложении Либо мы с вами в настоящем времени Либо мы улетели в прошлое и используем Past Perfect Либо мы улетели в будущее и мы используем Future Perfect The train had left by the time I got to the station Два прошедших времени Past Perfect и просто Past Simple Этот Past Simple здесь является нашей точкой отсчета Это предложение, эта часть предложения показывает нам, где мы мысленно находимся В каком времени и пространстве То есть в прошлом, уносясь в прошлое К тому времени, как я тогда подъехал на вокзал, station Поезд уже ушел Вот что такое прошлое прошлого Я не говорю здесь про какую-то очередность событий Если у нас очередность событий, мы можем спокойно Past Simple воткнуть куда угодно The train left, I got to the station, I was upset Это список, это очередность действий, это ладно Но здесь это немножко, тут, здесь немножко другой характер Мы говорим про результат, про то, что случилось на тот момент, когда я тогда подъехал на вокзал Еще один пример, смотрите В Present Perfect, точка отсчета прямо сейчас Мы с вами пришли, я не знаю, мы с вами пришли на бейсбол Поиграть, например Нет, бейсбол не, давайте гольф, скажем гольф Мы с вами пришли поиграть в гольф И я подхожу к вам и говорю, слушай I have never played golf То есть, точка отсчета сейчас Это Present Perfect На настоящий момент у меня нету такого опыта Я ни разу не играл в гольф I have never played golf Точка отсчета сейчас Проходит неделя Давайте притворимся, что это было неделю назад И как я буду рассказывать эту историю Это было неделю назад Это уже не актуально для настоящего времени Но это актуально для того конкретного прошедшего времени Это будет Past Perfect I had never played golf until last week То же самое, что сказать Last week was my first time playing golf То же самое, да И я мог бы это выразить проще Но Past Perfect это время лучше Оно выражает больше деталей Оно имеет, так скажем, более детальный характер И более интересное звучание Если мы говорим уже не говоря Если мы не принимаем во внимание смысл Самого предложения А просто говорим о грамматической структуре Еще один пример Смотрите Неделю назад К вам подошел ваш сосед И говорит Ты видел мою машину? Это было неделю назад Окей? Неделю назад Это не актуально уже для настоящего времени Это актуально для того прошедшего времени Неделю назад Когда вы говорите об этом И рассказываете эту историю сейчас И вы прилетаете в прошлое мысленно Вы говорите My neighbor asked me If I had seen his car Потому что если сосед вас спрашивает прямо сейчас То в каком времени он вас просит? В Present Perfect Have you seen my car? Вот вам, пожалуйста, лайфхак сейчас Если у вас в голове кликает Вы понимаете Это очень круто Времена каждой категории Simple Progressive Perfect И Perfect Progressive Каждая категория имеет одну функцию И они просто Эта функция Применяется просто по-разному В прошедшем, настоящем и будущем временах Но функция одна и та же И коротко про эти функции Simple говорит либо о простых единичных действиях Либо о повторяющих действиях И вы можете так говорить и в прошлом И в настоящем И в будущем Progressive говорит у нас о длинных, длительных действиях И опять-таки эти действия могут быть в прошлом В настоящем или в будущем Perfect говорит у нас о результате Какого-то действия На определенный момент О связи Между этим действием И определенным моментом А.k.a. точкой отчета И вы это можете делать в прошлом Past Perfect Можете это делать в настоящем Present Perfect И в будущем Future Perfect И Perfect Progressive у нас подытоживает Это итог какой-то деятельности И чаще всего он будет временной То есть я это делал два часа Я этим занимался два года И все такое То есть ударение будет всегда на итоге И чаще всего он будет Естественно временной И это вы можете делать в настоящем Что на настоящий момент Я этим уже занимаюсь сколько-то времени Вы можете это делать в прошлом Говоря о том, что вот Тогда на тот момент В прошлом Я этим занимался уже Бла-бла-бла-бла И в будущем Что к тому моменту В будущем Я этим уже буду заниматься Бла-бла-бла-бла Столько-то, столько-то лет И вот В чем главный секрет Английских времен Да, традиционных стандартных времен Двенадцать И вас это путает И вас это иногда пугает Но На самом деле их всего четыре Потому что функции Одни и те же Они просто работают в разном временном пространстве Но функции Одни и те же Времен Просто четыре Итак, возвращаемся на Past Perfect Past Perfect Это на самом деле больная тема Потому что Никто не хочет использовать это время Из студентов английского языка Вы, понятное дело, не до конца понимаете Немножко его побаиваетесь Но В нем нет ничего страшного Последний пример Мы сегодня Пошли с тобой В тренажерный зал И это Твой самый первый раз В тренажерном зале Просто предварительно И ты можешь мне сказать Вау Точка отсчета Уже в прошлом А не в настоящем И вот разница между Past Perfect И Present Perfect Вот функция Вообще всех этих времен Категории Perfect И вот как Его Используют Поэтому сейчас У меня для вас Две просьбы Первая просьба Это В комментариях Напишите Ваши примеры Из вашей жизни Что-то прям реальное Что-то настоящее О чем вы можете сказать В этом времени Конечно у меня нет способа Прям реально проверить Это настоящая история Или нет Но Будьте честны Сами собой Когда вы говорите О вашей жизни Вы создаете больше связей С грамматикой английского языка И лексикой английского языка И вы учите И запоминаете Намного быстрее Для вашего Активного Так скажем Словарного запаса И грамматического Запаса И арсенала Тоже Поэтому пишите Я буду ждать И второе 22 марта Начинается новый поток Моего курса С носителями На равных И на этом марафоне Мы с вами проходим информацию Которая вам Очень поможет Вывести ваш английский На новый уровень Это то О чем в учебниках Особо не пишут Это вещи Которые Свойственны Грамотным Носителям языка Вещи О которых вы должны знать Грамматика Лексика Культура И Прочие Разные вещи Которые Действительно Помогут вам выйти на новый уровень И раз в неделю на этом курсе Мы делаем Zoom Speaking Club То есть я его делаю Вместе с вами Мы общаемся Лицом к лицу Обсуждаем разные вопросы Это легче Когда вы встали Встали Мы Смотрим Смотрим Этот марафон Нацелен на то Чтобы Сделать вас свободнее В английском языке Поэтому ссылка Будет сейчас В описании Если вам нужно Еще чуть больше информации Почитайте про него И поймите Подходит он Вам сейчас Для ваших целей Или Вашему Текущему уровню А на этом я закончу Этот экспресс урок Вот он Past Perfect Поэтому Жду ваших примеров В комментариях И жду вас На марафоне С носителями на равных Которые стартуют Уже 22 марта Осталось всего Несколько дней Поэтому успевайте Ссылка И промокод на скидку Сейчас в описании С вами был Веня Пак Спасибо за то Что вы учите английский Со мной Увидимся в следующем видео До свидания